24 сентября, 6 лет назад, на съезде фашистской партии «Единая Россия» глав памперс всех медведев Дмитрий Анатольевич вскрапкался на трибуну и плачущим голосом возвестил о том, что «Годзилла должна вернуться». Утомленная мордочка прокладки буквально вопила о том, что ее три дня возили по кремлевской брусчатке, после чего выдавили такие из организма желание греть президентское кресло еще четыре года. Именно тогда началась спецоперация по окончательной узурпации власти в руках теперь уже государственного, а позже военного преступника, гражданина Путина. В Конституции нет упоминания о третьем сроке, да и не может быть. Еще в 1998 году Конституционный суд вынес определение по поводу возможного третьего срока Ельцина. «Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 части 3 Конституции РФ, составляют конституционный предел, превышение которого Конституция РФ, включая пункт 3 ее раздела 2, заключительные и переходные положения, не допускает». Конец цитаты. «Если говорить проще, это означает следующее. Побыл два раза президентом, и на этом все. Третий раз ни через 4 года, ни через 8, ни даже через 100, если доживешь, претендовать на должность президента ты не имеешь права». Но бандформирование к 2011 году уже сложилось, и фашистские идеологемы вызрели. Возникла необходимость в окончательной узурпации власти, так, чтобы наверняка и навсегда. В этой парадигме возвращение Путина в Кремль было и логичным, и жизненно важным, ибо только он мог гарантировать вечное правление уже сложившейся группы реваншистов, готовых ради сохранения наворованных активов на все, вплоть до войны со всем миром. И вот уже 6 лет Путин и его бригада удерживают власть.